Слава Украине! Приветствую от Полонского! А вот и подоспели результаты Бавовен, которые доблестные украинские сбройные силы сотворили на московии и я имею ввиду именно заводы нефтеперерабатывающие заводы путинских бандитов и террористов и вот к чему мы пришли помните я вам рассказывал не раз собственно говоря и не два наверно о том что удары по этим заводам практически там собственно выбивается очень малая часть башни первичной переработки топлива и все завод становится наглухо нет они конечно кричат мы его опять запустим и великий я мы могучий я даже какую-то часть там завода что-то там работает даже но главное бензин он уже не делает вот и это касается как туапсе ой ну да туапсе такие услуги что там еще волгоград по ходу коцнули завод по ярославлю там непонятно коцнули не коцнули но вроде бы таки да потому что потому что потому что узнаете почему вот но невский мазут походу и так далее несколько нефтебаз грохлили крупных так что попало им но дело не в нефтебазах дело именно в заводе где заводах дело именно в переработке и я вам сейчас напомню что за счет переработки нефти россия получает очень большое количество бензина который она имеет возможность экспортировать другие страны имея от этого миллион миллиарды долларов вот да правильно все этого больше не будет вот официальная информация итак премьер мишустин я даже читаю я не буду ничего выдумать одобрил запрет экспорта бензина на полгода начиная с 1 марта 2024 года ты вещь это то о чем я вам говорил когда у половина нефтезаводов ли там сейчас говорят что где-то 3 не работает или работает не в полную силу или работает через пень колоду и ты встаешь перед такой проблемой что у тебя не хватает бензина на внутреннем рынке несмотря на то что великий могучий еще и нефтедобывающая амперия или империя да как она там называется болотная империя короче говоря вот бензина не хватает вот венесуэле яркий пример того ничего не работает бензина нет да и такая же вот на россии получается картина в результате они вынуждены с тем чтобы покрыть дефицит на внутреннем рынке запретить экспорт бензина а что в результате а в результате очень просто они останутся без штанов но это все потому что вот этот самый бензин который сейчас там запретили с 1 марта к продаже наружу собственно говоря это один из основных способов пополнения российско-фашистского бюджета так что вот так вот не можете записать еще одну как говорится штришок поставить в удачную работу наших беспилотников посмотрите долетела там пару штук все туда пару штук туда пару штук туда пару штук бац сколько стоимость там каждого беспилотник 5 тысяч долларов 20 тысяч долларов до оставили россию без миллиардов учитесь дети